во имя отца и сына и святого духа книга исход 2 моисеева двадцать восьмая глава 33 по 34 стих поподал у ее сделай яблоки из нитей голубого и хонтово пурпурового вечер и червленого цвета из крученого весона вокруг поподал у ее такого вида яблоки и позвонки золотые между ними кругом золотой позвонок и яблоко золотой позвонок и яблоко поподал у верхней ризы кругом 34 глава 5 6 стих это повеление божие мы сейчас увидим как люди послушались 34 глава 5 6 стих и сошел господь в облаке и остановился там близ него и провозгласил имя и головы и прошел господь пред лицо пред лицом его и возгласил господь господь бог человеколюбивый милосердный долготерпеливый многомилостивый истинный сохраняющий правду и являющий милость тысячи родов прощающий вину и преступление грех но не оставляющий без наказания наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода рода моисей тотчас пал на землю и поклонился богу и сказал если я приобрел благоволение в очах твоих владыка то да пойдет владыка посреди нас ибо народ сей жестоковый слово возгласил означает не шаптал а возгласить это человек поднимается выше усиливает голос насколько возможно теперь даже соревнования делают и чемпионка по голосу оказалось заглушила даже маяк морской а морской маяк он издает звуки что туда на мель не сел пароход я на прямо превозмогла даже этот голос я конечно знаю это трудом верится это больше чем волосе поиск когда идет и издает голос и 34 39 глава переца 5 6 стих 25 26 и сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом позвонок и яблоко позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения как повелел господь моисею чё поняли господь говорит через золотого ста не пропуская ни одного слова она исполнила глубокого смысла одежда и на конце там у него позвонки и яблоки конечно небольшие это священник идет и чтобы они когда он стоит на месте тишина как только он пошел сразу зазвенели я вначале думал позвонки это у человека маленький звоночек он звоночек а позвонками мы никогда не звали что это означает ветхом завете все имело прообразовательный смысл вот стоит на одном месте человек тишина идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет кто не будет веровать осужден будет 16 глава 15 стих евангелия от марка это уже тогда ветхом завете едва получив закон бог открывается мы прочитали имя иегова я всегда ставлю вопрос почему его скрыли церкви не вообще нету ни разу не упоминается мы все эти фараону он божеств много в египте а тебе как имя когда спросят я иегова в библии повторяется не два не три раза 7 тысяч раз с лишним даже больше а оставили хотя бы щиты 8 раз осталось я просто спрашиваю ни один священник ни один архиерей не может ответить почему ни в одном богослужении ни в одном акафисе не в проповеди нигде ими его бы нет а господь открылся с этим именем как мы перед богом отвечать будем а все досветится имя твоя имя скрыли как у нас светится то может ну просто имя 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 речь идет о сотнях раз поминаются кто переводил библию с еврейского на русский два человека канонизированных митрополит московский филарет и архимандрит глухарев который здесь был у нас вот он переводил это слово как она звучит правда она звучит по-разному яхве ягве и его во это потому что у евреев в этом имени нет гласных согласно их можно разное гласное поставить это я к тому говорю что проповедь должна звучать и по всему миру нет проповеди ничего нету сейчас ну видите такая связь большая с миром я сегодня смотрел мне скинули посмотреть о папе ян павел 2 католический был когда в него там один террорист стрелял и как он едва-едва спасли а потом он пошел к нему в камеру и простил его почему их католиков то больше миллиарда а нас всех вместе православных взять и друг другу никто не подчиняется нам надо смотреть как у других делается и не в априке южная северная америка везде они есть православные себя за засушили на одном месте все еретики куда они посмотрят все еретики определять ересь может только священное писание не налево не направо не разбрасывается судей 9 глава 7 стих я буду говорить сейчас о голосе который мы должны проповедовать я иногда говорю бачка можешь как-то да ты не слышишь почему я слышу другого тебя не слышу из-за двери когда я спрашиваю кто я живу с братом ни разу не было чтобы я не расслышал кто-то другой спрашиваю несколько раз ничего не слышно защите мне попадать ко мне незачем рядом положил палку постучи куда нет рукой ваш в обшитую дверь это я образно беру не просто так мы должны говорить так чтобы слово было приправлено солью солью пищи приправляет а тут слова опять смысл какой чтобы задело его и чтобы он увидел ты сегодня блажен что это услышал тебе отка открылась господь нам дал череп в общем-то одинаковый почти у всех череп наш умрем и разложите не поймешь где женщина где мужчина а вот этот тонкий слой кожи нос сколько он эмоций выражает за этим стал смотреть это сказать невозможно улыбнулся где-то нахмурился обозлился и все на этом маленьком участке выражается все люди которые стараются узнать вот с преступниками возятся их учат этому специально по интонации голоса правду говорит или неправду какое лицо и здесь говорится возвысь голос свой так книга суде 97 когда рассказали об этом и афаму он пошел и стал на вершины горит горе зима и возвысив голос вы кричал и говорим говорил им послушайте меня жители схема и послушает вас бог понятно на горе никаких мобильных телефонов не было надо чтоб достигла я считал про протопов по вакуума большое село и корон храме говорил проповедь на другом конце села было слышно вот об этом пишет даже у куприна она прямо рассказ голос был у протодиака на такой когда он возглашение делал какие-то миром помолимся паникадила вот много когда так и на нем блестки звенела от голоса от сотрясения воздуха ну можно маленьком постараться я считаю про одного философа он хороший было голоса мало досталось и он это мне остановился поставил задачу быть лучшим оратором древней греции он ходил на берег моря и когда море шумел он брал какую-то гальку в рот что-то это усилило и кричал так что пересилить шум моря и стал самым первым оратором надо трудиться ты вот пойдешь сейчас с кем-то идешь чтоб только не узнали маленькая кто-то пришел дверь посвящал кто-то позвонил но успей сказать пару слов а как приветствуется слава иисусу христу я нашел то самое лучшее во первых ты его прославляешь во вторых вот человек и вопрос а что это такое да громко скажи так чтобы соседка слышала чтобы знала здесь живет человек который знает что-то про христа за что надо славить я иным говорю они вас в ответ не кричат слава украине я буду вас столько же сколько у нас всякие грешников и гречес сразу замолкает а что иисус взял он жизнь свою отдал он кровь свою пролил страдания на кресте меня он искупил дальше книга его 2 12 я хочу показать по всей библии как люди возвышали голос и чтобы возриновали идешь дорога никого нет ты постарайся что тебя слышали за забором и поднял глаза свои издали они не узнали его и возвысили голос вы и зарыдали и разодрал каждый верхнюю одежду свою и бросали пыль над головами своими к небу вот прочитали судьи это там один воцарился когда и 70 сыновей было и он один поднялся и всех 70 убил а теперь его чтобы сместить один убежал все-таки и оттуда закричал это большая история надо смотреть надо смотреть когда беда какая-то грозит я думал какие ну на машине едете у велосипеда там звоночек только чуть-чуть слышно где-то мотоцикла больше у машины больше у поезда больше самый сильный сигнал это на кораблях если это океанский корабль это слышат за десятки километров может быть сотрясает весь воздух посмотрите какие у нас колокола налиты ответы везде колокол он похож на голову так и называется голова который бьют называется язык название прям такое до сегодняшнего дня сохранилось а вот у мусульман у них нет колокола они запрещают его они специальными наред высоко поднимается и там кричит кто-то мула или имам и он кричит громким голосом и усилители я не знаю есть или нет сейчас где-то что люди поклоняться богу это лучше чем долго спать спросит господь тебя он прямо проповедь и самым громким голосом а когда услышал у человека какой голос от как на себя натренировать у нас громко голос только когда ругается скверным слов тут уж слышно так куда посылает тебя и зачем него пророка исаи 2414 смотрите великие пророки говорят об этом там друзья его увидели что он покрыт проказа и не так голос возвысили зарядали можем ли мы так сочувствовать а у них специально когда человек умирал в плакать часы были но не у каждой если они деньги платили плакать приходили мразь сидят помню рыдали слезы текли и громко вопили и платили за то деньги так и когда господь наказывал человека говорил созовете плакать час чтобы от пели вас вовремя а у нас и там стоит сатыр бубнет рядом никто не поймет еще делается и так и сайя 2414 они возвысят голос свой восторжествует величие господа громко будут восклицать с моря я могу что-то изменить вас чтобы громко говорили есть усилитель такой когда сейчас где-то митингуют специально такой рупор он говорит его усиливает и где-то слышно другое когда человек поднимается выше далеко его слышно сегодня самое далекое это интернет вот я насчитал библию в 80-х годах и она выставлена у нас ну в аудио через гугл зайти если и слушают люди в америке в австралии и в европе сколько раз сообщали а мы слышим вашим голосом насчитано так насчитано 50 книг 12 томов и она златоуста насчитанная и они все стоят в интернете вы молитесь о том чтобы и ваш голос через вашу молитву усилился чтобы люди не уклонялись в ересь человек который слушает златоуста умереть никого не может быть не может тот пробивать любую скалу своим словом какой он был златоуста его биографии когда считаешь и где он душа то у него было зело худ то есть очень худой был и огромная голова это бог ему дал это когда описывает этот день и ночь тренировался видимо и доходила до всех людей проповедь его касалась так что закрывался день судилища суды кажется закрытия закрывали все продавцы и бежали послушать а скорописцы записывали и тут же убери сразу и продавали а сегодня магната фона там включила сидит и все глаза закрылась слышит не слышит там записывает мне это далеко-далеко будет слышно вот если господь тебе положил на сердце старайся распространить слова передай скажи я слышал ах о боге о скорби о печали всегда нужно громко говорить чтобы другие достигло 40 глава 9 стих исая это один из великих пророков зайди на высокую гору благовествующий сион возвесь силой голос твой благовествующий иерусалим возвесь не бойся скажи городам иудиным вот бог ваш на гору зайди да возвесь голос свой это были видимо специальные такие люди которые могли громко кричать специальные были скороходы посылать какую-то вес они бежать должны были видимо тому лошадь и проходила кто первый придет кто возвестить события это что там за этим кроется а сегодня говорят ангел видел ангела несущего евангелие считаешь это по эфиру воздухе это все системы которые дал нам господь сегодня когда мы дома от разговариваем она записывает я не успею домой дойти сестра уже все это выставила вот я вчера с одним разговаривал один большой большой два один любимый просто хороший для меня священник пётр мещеринов игумен он как бы председатель молодежи православной по всей стране мы разговаривать другим тоже очень сильный священник и сегодня как бы попросили меня прокомментировать что они говорили а говорят это сейчас 30 минут что ли они я говорю 7 слов из библии покроет все что они говорили люди даже слава бога слова божия знать и сравнивать с тем что господь сказал я возвышаю голос не говорят почему громко говоришь я ссылаюсь на глухоту что если кто-то есть подобный мир чтобы он услышал господь дает голосовые связки вы слышали когда поют такие люди кашляпин а то тоже горло где пища проходит и вдруг такие голоса и вы поете когда же вам год бог этой мудрости то да еще вместе до слаженно никто никого не не обгоняет это все слава божия и так 40 глава 9 стих прослушали еще щас посчитаю мы 52 8 голос сторожей твоих они возвысили голос если вместе ликуют и по своими глазами видят что господь возвращается все он господь возвращает нас из плена греха где мы были бы сегодня вот я каждый день оттуда вы посмотрю сосед сидится медями другого везли все время курит и не трезвый и жизни то никакой нету где бы я был сегодня как благословен тот день когда мне в руки впервые дали библию 58 лет тому назад и как будто это вчера было и вы помните что мы имеем что нам дал господь мы каждый день молимся перед богом за переводчиков перечисляем их перед богом воздаем добром господи незнакомый еврейский язык сделали нам родным и какой перевод как будто сегодня сделал язык это меняется а библия как будто сегодня утром перевели настолько он литературный даже несколько слов там есть там пати бытие это же заметить может 58 1 писая взывайте громко не удерживайся взывай громко не удерживайся возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие ему и дома яковлеву на грехи его я только сегодня говорил это уже в интернете видимо стоит почему не заботятся об этом высокое начальство церковное не возвышает голос за правду видишь что делается можно же сказать то тебе же данное слово апостол вызвали мы считаем эти деяния апостолов можно даже прочитать сразу деяния апостолов 4 глава 15 и 19 стих как надо возвысить голос уже в новом завете 4 глава 15 и 19 стих до 19 и приказав им выйти вон осени и синедрена рассуждали между собою говоря что нам делать с этими людьми ибо всем живущим в иерусалиме известно что ими сделано явное чудо и мы не можем отвергнуть всего но чтобы более не разгласилось это в народе с угрозой запретимым чтобы не чтобы не говорили об имени всем никому из людей и призвав их приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени иисуса но петр и иоанн сказали им в ответ судите справедливо ли пред богом слушать вас более нежели бога как просто и понятно почему сегодня так не говорят ни епископа не патриарх мы вызвали сказали запретили даже в храм ходить вот все вот одно сегодня встали и сказали почему храм закрытый храм дорогу никто не может закрыть тем более никто мертвый нигде не валяется ничего нету я сегодня прочитал выступает важный человек ну баптист в америке ну и видишь что все противозаконно огромные молитвенные дома пустые стоят не пропускают это во всем мире замысел отучить нас от христа вот вот сядет антихрист в иерусалиме и чтобы все верили в него как бога тут вот тайна то какая ничего нигде нету и мертвого ни одного не валяется закрывают штрафует что интересно мне стало известно швеция страна когда-то с ними воевали у них наоборот если маску человек надевает его штрафует в государственном масштабе ни одной маски нету если кто-то из работы уволят зачем вы отравляетесь на половину отработанный воздух дышите влажный вирусы там все вы распространяете заразу вас обманули это на уровне уже государственном людям глаза открывается ну можно хоть немного голос то возвысить за народ то свой но нам бог дал эту свободу нас мало и да кто про нас знает а ведь большие огромные храмы закрыты 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 на расстоянии уже два метра только можно подходить как разделить нас а мы виноградной кисти друг друга всегда стояли рядом прочитаем евангелие от руки одиннадцать двадцать семь когда же он говорил это одна женщина возвысив голос из народа сказал ему блаженно чрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие вы слышали это в этой говорите это речь идет о присноделии марии богородицы возвещайте а я избрание и блаженно чрево тебя носишь а речь идет о не возвысите голос твой прямо говорится возвысила она голос ее никто не учил мы-то можем открыть библию считать и скажем вот надо голос возвысить она не знала из него просто вырвалась хвалебная песнь надо же так пять тысяч пятьсот восемь лет прошло и бог готовил этот удивительный сосуд божью матери и какая она блаженная кто родился спаситель мира весь светский завет говорит о пришествии его 23 20 луки пилат снова возвысил голос желая отпустить иисуса даже пилат возвысил голос желая отпустить то что весь народ услышал желал отпустить мы знаем какие слова но библия говорит что он желал но из-за трусости этого не сделал мы сделаем для себя вывод вот грехи чужие распространять громко так все расскажете видел не видел что показалось услышал еще пропищатает где-то а ты о грехах своих скажи павел на весь мир говорил я не достоин называть сигнал в церковь он громко сказал за двадцать столетий голос все еще несется от него и мы считаем деяние два четырнадцать пётр же став с одиннадцатью возвысил голос свой и возгласил им муж иудейские все живущие в мессиеда будет вам известно и внимайте словам моим как они умели это понимать как надо из на лестнице где его там когда уже арестовали он громко возвысил голос свой остановился стражей это и греческий язык знаешь а не ты ли поднимал туда станет или митинге тут по по городу устраивал эти когда идут осмыть какой они шум создают а когда они против так я заступился за человека ничего это бунтовать это еще не стоит экклесиаста 10-20 экклесиаст означает проповедник это слово книга соломонова мудреца даже и мысли в твоих не злословь царя и спал в спальной комнате твоей не злословь богатого потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатое пересказать речь твою а сегодня бывают назвали жучки в комнате поставить или что-то тут один рассказывал идем вот телефон выключены они слышат все что разговаривают да не может быть а я как раз работаю говорит там показал где здесь сейчас говорили я могу принести показать записи я не знаю может так быть или нет выключены но что удивляться сегодня техника очень близко к этому чтобы каждый человек был защипирован об этом уже даже не скрываю все данные как в китае почти все защипированы денег не надо подошел руку поднял считала сколько у тебя на книжке денег есть счет вышел еще тебя или нет против ты власти или как идешь царя не злословь царя не злословь и даже на ухо не говорю а тут надо тихо говорить запишется все и уже ты не не скажешь что ты не говорил не прислоняйтесь к этим разговорам и мне каждый день многократно а как вы относитесь то называют правителя мне давно повеление молиться мне больше ничего не дано а остальное бог разберется матфея 1027 мы специально я конечно не вижу тут удобно но вы видите считается библия святая библия святое слово божие что говорю вам в темноте говорите при свете и что на ухо слышите проповедуйте на кровлях то есть вот она антенна стоит через нее ты проповедуя на кровле стоит сегодня уж понятно на кровле ты не полезешь большие этажи речь о дальности чтоб тебя далеко слышали а о чем о славе божии что иисус умер за нас воскрес и снова грядет будет так как предсказано в библии не так как они задумали там сколько людей миллиарда убрать не будет так будет так как библии написано а это слово божие языки или 33 3 и 6 и он увидев меч идущий на землю затрубит трубу и предостережет народ если же страж видел идущий меч и не затрубил трубу и народ не был предостережен то когда придет меч и отнимут у кого из них жизнь сей схвачен будет за грех свой но кровь его взыщу от руки стража трубив трубу труба такая которая издает когда вернулся нееме мы горит работали так в одной специально трубочей поставил а эти работают там что у него кирочка работает а то другое оружие было ну по сегодняшний автомат там был соседние народы не давали им построить и он везде поставил по углам везде гарнистров и ты заметил опасность какой сразу труби чтобы со всех сторон сбегались в одно место отбить атаку почему у нас это не прилагается к слову божию православные вообще ничего не знают начинаешь говорить а зачем батюшка скажет прошлом году за год у меня прошло передо две тысячи шестьсот мусульман и у них специальная книга называется коран и ни один не считал я вы как православный как же так у них на арабском вообще не знает ни одного слова у нас то хоть маленько там с 5 на 10 у хватит где-то ныне до паки все-таки разберемся это вообще ни один какие же верующие ты оси 81 трубу кустам твоим как орел налетит на дом господень за то что они нарушили завет мой и приступили закон мой приступили закон об этом кричать надо а не то что тебе еще не сидится надоело спокойно жить мне сколько раз доказательства беру мы должны говорить что отступили не проповедует народ не знает народ во тьме я православный и почти все сперна словят курят безумствует напоминаю да да данные которые за время перестройки в россии 120 миллиона по борту ведь это ни одни же не верующие если дали статистику чуть ли не 75 процентов православных у нас а кто же это все делал кто эти море крови проливал а молиться есть еще да громко взывайте да молите бога чтобы бог дал мирно как-то все это как говорят разрулить а грядет беда огромная на весь мир тяжко и страшно библия много об этом говорит особенно в апокалипсисе и если труба будет издавать неопределенный звук кто станет готовиться к сражению иногда приглашаю кто-то умер и там сказали я ходил туда сказать слово родственники совершенно неудобное место у них одно скорее залить отобедать и все чтобы замыть и не было самое удобное говорить вот так как живем никакой обстановки не надо выбирать вас же никто не заставляет слушать итак нас господь призвал мы на это откликнулись а как нужно верить и не отступать я напомню вас вот этой книги нету 2 маковейская 14 глава приняли евреев и запретили обрезать детей как крестить обрезание указано крещение и друг кто-то доложил две женщины к обрезали своих детей кто-то его обрезал власти пришли проверю вы куда заметны и крещение где-то они что делали ребят им видимо руки скрутили и на сосы повесили младенцев по всему городу провели из вершины свергли это ветхозавет не как мы в новом завете должны крепко держаться без крещения никак не спастись как бы бог нас не попустил чтобы мы вершись какую-то бездну и матфея 8 26 когда должна быть тишина и когда уже и говорить ничего не надо и говорит им что вот так боязли вы маловерные потом став запретил ветрам и морю и сделалась великая тишина когда господь усмиряет эту бурю тогда тишина и говорит нещем ты мысленно благодаря богу и каждый день где бы ни шел надо научить чтобы мыслить о божьем а не так о чем попало я неоднократно спрашивал наши молодые люди идут от идут разговаривать на встречу я остановился спрашиваю о чем мы сейчас дорога рассуждали мы он не знает что сказать а ты посмотри какая красота везде божий и как мы эту красоту не видим мы даже все время наполнять уста словословием господи как ты велик и долго терпелив и когда все-таки гнев твой придет пусть уж не при нас это будет да научит нас господь громко взывать с вершины горы о славе его что он скоро грядет ей гряди господи иисусе хвала тебе за все во веки аминь